Ляпкина Татьяна Фёдоровна, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств. Заместитель первого проректора по учебной методической работе. Работала в вузах Бурятии и Санкт-Петербурга, исследователь культуры регионов Восточной Сибири и Арктики. Сфера научных интересов, прикладная и теоретическая культурология, методология исследования культурных процессов, историческая и сопоставительная культурология, историческое развитие региональных форм культуры. Кандидат исторических наук, доктор культурологии. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я прочту вам лекцию, которая называется «Традиции в условиях массовой культуры». Тема, на мой взгляд, актуальная именно сегодня. Хотя нельзя сказать, что традиция никогда не интересовала умы ученых, исследователей истории, философии, социологии, культурологии, как новой науке, сформировавшейся в конце 20-го столетия. Особенно актуальным это стало именно эпоху конца 20-го, начала 21-го века. И мне кажется, это в том смысле актуально, что традиция как таковая, в том ее понимании, как ее трактовали ученые, и как она существовала в условиях культуры и социума вообще, она стала совершенно другой. Появились новые термины, например, неотрадиционализм. Что это такое? Что это за явление? Какое новое понятие, какие новые трактовки появились по поводу традиций? Традиция буквально с латинского языка означает передача. То есть передача устной традиции, религиозной традиции, научной традиции, философской традиции, семейно-бытовых традиций. Она обозначает именно механизм перехода от одного поколения к другому поколению. Традиция всегда была неоднозначна в том смысле, что она включала в себя большой комплекс явлений, практик, стереотипов, обрядов, обычаев. И этим самым формировала представление о том, что такое традиционное общество. Традиционное общество – это общество, основанное или сердцевиной которого является вот та самая традиция, передаваемая из устно или письменно, из поколения в поколение. Рядом с традиционным обществом появилась и традиционная культура. Что такое традиционная культура? Сегодня мы живём в XXI веке, но всё равно встречаемся с этим понятием, мы работаем с этим понятием, и понятие находится совершенно в новых условиях. Что такое традиционная культура? Это особый способ взаимоотношений людей, особый способ связей, где сердцевиной является традиция, передаваемая из поколения в поколение. Само понятие переживало разное отношение общества и разное отношение учёных. Одни говорили, что традиция – это архаика, это то, что должно уйти, это то, что сдерживает модернизационные процессы, это то, что укореняет сознание, особенно самосознание в национальных культурах. А другие говорили, что нет, традиция сегодня является живым элементом. То есть кроме того, что она сохраняет черты и основную систему ценностей общества, эта традиция является живым элементом. И от самого понятия, и от самого явления отказываться нельзя. Но вот такой отказ, частичный отказ от понятия традиция наблюдалось в советский период. В трудах учёных, когда они говорили именно об архаическом характере традиции, о том, что сдерживает развитие культуры. Но так или иначе само понятие и само явление традиции выжило. Потому что уже в условиях современного, нового общества, модернизированного общества, традиция всё равно существует. Она всё равно формирует основной костяк культуры. Традиция – это то, что существует в практиках, обрядах, мировоззрении, передаётся из поколения в поколение. Традиционное общество, скульптура этого общества связана обязательно с повторением этой же самой традиции. Традиционная культура – это общество, которое сохраняет традиционные системы ценностей. И XX век – это век, в котором традиция попала в очень сложные условия. Потому что ещё в XIX общество было вполне традиционным, ещё если мы вспомним историю России, отмена крепостного права произошла у нас очень поздно. И поэтому традиционное общество буквально ещё до середины XX века в России имело место быть. Так вот, XX век поставил перед традиционным обществом, перед традиционной культурой большой вопрос. А что будет с этой культурой? А что будет с этим обществом? Куда дальше двигаться? Но, как ни странно, массовая культура всё-таки предложила свои варианты существования традиций. Какие основные формы или виды культуры даёт нам массовая культура, рождённая массовым обществом конца XIX – начала XX века? Что это за формы? Что это за явления? Поп-музыка, да? То есть музыка, связанная с массовыми формами, да? Хорошо. Кино, киноиндустрия – это новая форма, рождённая в условиях массовой культуры. Литература массовая. Сейчас вот в Петербурге и в Москве можно увидеть, как все читают Донцову, Устинову, ещё у кого-то. То есть массовая литература тоже является таким популярным видом трансляции информации. Технологии, которые изменяют сознание, мировоззрение нового человека. Мода, спорт, индустрия детства, да? Как одна из форм воспитания и образования. И ещё само образование. Само образование является частью и выражением массовой культуры. Основой традиции являются традиционные взгляды, традиционная система ценностей, традиционные практики, которые передаются из поколения в поколение. И вот возникает, с одной стороны, парадоксальная ситуация, которая ставит перед традицией вопрос, быть ей или не быть. И с другой стороны, новые формы массовой культуры предлагают ей быть в определённых формах. Вот это соотношение традиция и новое слово новация. То, что появляется новым. Практически все формы, которые мы с вами сейчас перечислили, они являются новацией для XX века. Но давайте ещё раз подумаем, а какие традиции мы с вами знаем? Эссех, фольклор, Алан-Хок. Феномен, который в 2005 году стал мировым достоянием, такой ценностью нематериального наследия народов мира. Традиционный текст, который в 2005 году становится новым феноменом, который принадлежит всему миру. В нём есть нечто, отличающее культуру Саха от других текстов. Потому что на самом деле героического эпоса у народов очень много. Практически все кочевники имеют своё, если можно сказать, Алан-Хо, свой героический эпос. И он, безусловно, впитывает в себя все особенности культуры и системы ценностей. Мы перечислили с вами формы и разные виды массовой культуры. Ещё раз напомню. Кинематограф, самообразование, кинематограф, поп-музыка, мода, индустрия детства. Как сегодня ещё называют, ещё один вид из развлечений, досуга – это шоу-бизнес. И массовая литература, массовые песни и так далее. И вот как в эти структуры попадает традиция? Она, прежде всего, попадает именно потому, что крепка память народов о своей истории, о своих традициях. И это единственный, в условиях массовой культуры, единственный инструмент, который позволяет этой традиции перемещаться в разные формы. Побывав в литературе, потому что публикация Алан-Хо произошла только в XX веке, начали публиковать. В других литературах оно есть пораньше, но неважно. Но уже в условиях массовой культуры это становится популярной, если хотите, литературой. Нельзя сказать, что абсолютно популярной, но совершенно точно это один из языков, понятный современному молодому человеку XX и XXI века. Попав в аналог кинематографа, есть возможность воспроизвести или сконструировать визуальные образы из этого Алан-Хо. Небольшие сюжеты, традиционные костюмы, язык, безусловно, традиционные взаимоотношения. И вот уже мы видим практически рождённое историческое кино. Кино о нашей истории, о наших предках, о наших бабушках, дедушках и так далее. Ещё один момент, который связан именно с популяризацией традиции в условиях массовой культуры, это традиция, которая попадает к нам, ещё раз, через визуальные образы. Кино даёт нам визуальные образы традиционные, и мода тоже даёт визуальные образы. Мода – это то, что популяризирует или утверждает национальную идентичность. Это то, что живёт всё время. Правда, мы не можем сказать, что всё время проявлялся интерес к национальной одежде, к национальным элементам, орнаментам и так далее. Потому что всё, как в культуре, происходит циклично. То проявляется интерес, то интерес уходит, то опять снова появляется интерес. Сегодня, я знаю, в Якутии существует традиция одеваться на национальные праздники в национальную одежду. Это замечательная традиция, которая не только позволяет вот эту традицию сохранить, но и почувствовать себя принадлежащим к этой самой богатой культуре, с богатой историей, с богатым художественным эстетическим наследием и так далее. Каждый год проходит несколько раз фестивали. Фестиваль тоже одна из форм массовой культуры, которая позволяет эту самую традицию популяризировать, передавать её из поколения в поколение. Эти фестивали требуют от нас с вами, от общества определённых социальных институтов. То есть для того, чтобы провести фестиваль, нужен как минимум оргкомитет. Оргкомитет, который состоит и из, скажем, научной части интеллигенции, и из общественных организаций, и просто интересующихся, занимающихся этой темой. Фестиваль позволяет аккумулировать в себе всех любителей той или иной традиции, всех популяризаторов той или иной традиции. Кроме того, существуют научные организации, которые занимаются популяризацией и изучением, и, собственно, являются сердцевиной всех конкурсов. Я знаю, что у нас в Якутске здесь есть организация Алан-Хацутов, организация тех, кто читает Алан-Хо, тех, кто приходит на вечеринки, кто слушает Алан-Хо, устраиваются соревнованиями. Это уже не фестивали, но это есть современная культурная среда, внутри которой существует, собственно, сама традиция. И это тоже есть момент передачи и популяризации традиционной культуры, системы ценностей, взглядов, языка и всего, что связано с национальной культурой. В массовой культуре есть такие формы, которые ещё больше позволяют визуализировать контекст образов, художественных образов. В частности, сувенирная традиция, сувенирное производство. Одно из самых успешных экономических открытий. Доход от этой отрасли растёт просто в геометрической прогрессии. Вопрос другой, конечно, потому что сегодня уже все поняли, что нельзя отдавать изготовление сувениров и продажу сувениров только одному Китаю. Потому что мы вроде смотрим кжель, но знаем, что эта кжель произведена в Китае. Мы смотрим там жостовские подносы и тоже знаем, что это копирование, которое было сделано массовым производством Китая. Как мне кажется, немножко по-другому обстоит дело с якутскими сувенирами. У вас есть такая сеть магазинов «Камелёк», который является средоточием этой самой традиции. И все, кто приезжает, идёт в этот камелёк, или те, кто уезжают и хотят подарить какие-то сувениры, тоже идут в этот камелёк. А каким товаром насыщен этот камелёк? Традиционными. То, что создано традицией. Это, безусловно, чироны, это, безусловно, украшения, даже если они не серебряные, но из каких-то других материалов, которые дают возможность людям приобщиться к ношению этих красивых украшений. Это шкуры, это кость, это дерево, кость причём любая, не обязательно мамонтовая, есть и из лося совершенно шикарные, замечательные изделия. То есть то, что, опять-таки, чем занимается? Популяризацией традиционной культуры. У каждой традиционной культуры свой набор предметов или продуктов культуры. У русских матрёшка известная, которая уже практически превратилась в китч, когда матрёшку стали наряжать президента, Медведева и ещё других людей. Это уже такой китчевый элемент. Но так или иначе оказалось, что сувенир самый доступный для передачи традиций, для передачи образов. И Алан-Хо в том числе стало тем самым текстом, который позволил людям, изготавливающим сувениры, коснуться этого самого текста. В костюмах, в образах, в характерах и так далее. Там тоже есть свои некоторые нюансы, как и везде, всё имеет бинарные позиции, хорошо и плохо, потому что всегда хороша середина. Но иногда происходит подмена. То орнамент неправильно изображён, то одежда не очень точная передана, то цвета не те подобраны под этих образов. И это в этом смысле искажает традицию. Искажает. И сегодня вы знаете, что существуют два кардинально разных отношения. Одни говорят, что чисто якутских уже сегодня в массовом производстве никто не делает, а другие говорят наоборот, так много делают, что уже произошла десакрализация якутской символики. Вот её так много, так она везде употребляется и в попад, и не в попад. Потому что орнамент – это что такое? Это символический язык традиционной национальной культуры. И в этом смысле традиционные узоры, традиционные орнаменты всегда употреблялись как шифр, как определённый оберег, как определённый код той или иной культуры. Поэтому не может быть такого распространения, широкого распространения, или вернее не могло быть широкого распространения таких орнаментов собственно в традиционной культуре а вот в массовой культуре пожалуйста это может быть еще один ряд из визуальных образов вот кстати визуальная культура тоже одна из форм которые актуализировалась массовой культурой еще маклюин свое время писал о том что сознание современного человека уподобляется сознанию средневекового человека потому что человек читает свою жизнь логику последовательность через визуальные образы у средневекового человека понятно и визуальные образы были находились сакральных текстах и в храмах а у современного человека когда собственно он лишил себя и политика государства некоторых вела совершенно отрицательные такие действия в отношении церкви визуальная культура тоже стала вот тем самым инструментом через которые навязывают образы внешние навязываются системы ценностей навязываются выбор того или другого вот эти вещи в том числе связаны с общим таким феноменом двадцатого века визуальная культура и опять-таки возвращаясь к алан-хо мы можем сказать что в якутии есть первые попытки съемок анимационных фильмов именно на сюжет алан-хо это тоже одна из форм достучаться до детей достучаться до памяти детей до памяти их родителей и визуализировать образы алан-хо и вообще традиционной культуры тоже очень неплохой механизм неплохой способ передачи информации особое отношение как мне кажется вот в 20 веке имеет индустрия детства которая в той или иной степени культивирует и воспитывает молодых людей и в том числе с точки зрения традиций те основы воспитания традиций которые закладываются у детей в самом начале они потом в лучшем случае конечно воспроизводятся и в более зрелом более взрослом возрасте середине 20 века сформировалась критическое отношение к массовой культуре почему потому что оказалось что стираются грани подлинности культура перестала быть подлинной культура стала давать новые технологии производящую подмену истинного на кажущиеся на мнимое вот это истинное оказалось традиции а мнимое кажущиеся иллюзорное оказалось новацией критическая школа франкурская школа ученых они говорили о том что в массовой культуре нет ничего полезного нет ничего позитивного а только происходит выхолощивание традиции а только происходит массовизация вот этого продукта традиционного за которым ничего не стоит говорили о том что именно массовая культура закрыла проект просвещения тот который начинается еще в эпоху просвещение в европе 16 17 18 века но во второй половине двадцатого века появляется такое некое отрезвление бермингенская школа которая говорит о том что массовая культура уже не надо ее ругать уже не надо говорить о том что она плохая или хорошая она уже случилось и давайте посмотрим на те формы которые дает массовая культура современному обществу и как через эти формы можно вживить традицию популяризировать традицию сделать ее известной сделать ее узнаваемой поэтому мы с вами сегодня можем сказать о том что массовая культура стала таким хорошим слоем хорошим основанием для существования традиции в новой форме в новом языке с новыми понятиями обновленными понятиями не случайно у антропологов в конце 20 века появилось такое понятие как изобретение традиции вот что такое изобретение традиции 80 и 90 годы это всплеск в россии это всплеск этнического самосознания это всплеск самости культуры и традиционной культуры в том числе и все что было забыто в двадцатом веке стало воспроизводиться как новая традиция или забытая традиция поэтому понятие изобретения традиции тоже такое парадоксальное она показывает что традиция может существовать но надо понимать что то что было традиция та которая была и ту традицию которую мы с хотим выстроить в наших идеальных образах всегда корректируются реальностью то есть трансформация традиции все равно происходит и дискуссия вокруг нее подлинная эта традиция или неподлинная эта традиция ведутся споры иногда очень ожесточенные иногда с применением таких агрессивных я бы даже сказала иногда националистических настроений но с негативным оттенком конечно поэтому традиция будет жить пока живет человек пока живет общество пока живет культура пока есть возможность ее транслировать вспоминать о ней и передавать ее и это не из бывное не архаичное а как раз живой элемент это вот то с чего я начинала свою лекцию традиция это живой элемент культуры который рождается проживает свою жизнь который трансформируется изменяется впитывает в себя какие-то нововведения именно для того чтобы было понятно новому поколение и так уважаемые слушатели если у вас есть вопросы я с удовольствием их выслушаю и от на них отвечу как в будущем могут развиваться традиции в нашей республике и какие перспективы у этого процесса якутия вообще уникальный феномен с точки зрения этнического и регионального компонента и скорее вот такая ее отдаленность позволяет сохраниться традиции быть ну если можно так сказать в нетронутом виде нельзя сказать о точной перспективе традиции потому что любая традиция зависит от нас с вами но в традиции есть ключевое что позволяет ее сохранять и позволяет ее передавать это знание и только знание позволяет нам с вами и конкретному человеку различить подлинная эта традиция или этой традиции манипулируют вы сказали что когда мы берем культуру якутов да и превращаем ее все сувениры люди начали говорить о том что я стала слишком много и это ее обесценивает но в чем состоит мой вопрос в том что а как иначе поддерживать культуру если не сделать ее массовой потому что есть маленький круг людей и с каждым годом круг людей который понимает все тонкости культуры становится меньше если не превращать культуру в массовую то она исчезает но при этом как сохранить культуру в том виде в каком она есть потому что массовая культура не любит деталей она смывает все детали оставляет только самое большое ну и вот вопрос как сохранить культуру в таком виде в каком она есть передав ее массовой культуре вопрос очень интересный мне кажется что в вашем вопросе собственно и был ответ одновременно да вы сами сказали что массовая культура не любит детали но подлинность культуры в деталях и только детали отличают одну культуру от другой и поэтому только человек грамотный обладающие знанием может различить одно от другого я когда говорила о том что массовая культура как бы десакрализуется до через сувенирную продукцию я говорила именно про детали потому что уже исследователи отмечают что цвет неправильный орнамент неправильный образ неправильный но человек допустим ребенок он это вообще различать не умеет он пока этого не знает но им для него важен образ традиционный который он схватывает целиком даже если там неправильный цвет даже если там неправильный орнамент даже если там не очень точно воспроизведенный образ он схватывает и если дальше система образования поддерживает интерес к этому то традиция все равно сохраняется массовая культура действительно лишает деталей она делает с одной стороны вообще массовой культуры это очень демократичный демократичная форма самая демократичная поэтому вот эта бернердерская школа про которой я говорила до 80-е годы 20 века которая как бы возобновила исследования именно массовой культурой она говорит о том что без вот этой популяризации без демократизации без расширения доступа к истинной культуре другого не может получиться как мне кажется традиционная культура может логично существовать только вместе с традиционным мировоззрением человека либо же общества и вот вопрос не считаете ли вы что возможно традиционная культура обречена остаться в сувенирах и вот в больших каких-то вещах лишенной детали потому что современное мировоззрение ну кардинально кардинально отличается от традиционного и многие обряды даже некоторые совсем нелогичны в нашем современном мире и возможно даже место не имеют вообще вроде бы мы вот с вами рассуждали и говорили о том что все-таки традиция несмотря на то что она попала в условиях массовой культуры но иногда она диссонирует с тем что на самом деле связано с традиционной культурой традиционным обществом традиционным человеком а это как мы сказали именно образ жизни это мировосприятие которое существовало и существует в традиционной культуре но в этом смысле в традиционной культуре как мне скажется происходит трансформация то есть она совсем не исчезает она если хотите немножко перепрыгивает из вот этого периода безвремени периода отсутствия памяти но потом вдруг в определенном возрасте у человека возникает желание вернуться вернуться к истокам вернуться к своей собственной традиции но вы правы когда вы говорите о том что традиционное общество связано именно с традиционным сознанием с традиционным мировоззрением нужно признать что безусловно если мы говорим что основная часть человеческой цивилизации сегодня живет в городе то мне бы не хотелось говорить каких-то там прогнозов и так далее то будущее традиции остаться только в памяти не в практиках а в памяти в текстах одежде в еде в пище да хотя мы знаем что сейчас сегодня существуют разные практики знакомства с разными национальными пищами и про свою пищу вообще иногда забывают и если происходит традиционно вот слом традиции как таковой то то этот процесс я бы так сказала как говорят постмодернисты стрела времени запущена я не могу сказать когда она точно закончится но то что с ней происходит с одной стороны говорит о том что она может жить а с другой стороны традиционному обществу все равно придет конец потому что основная часть цивилизации это индустриальная культура вот сегодня допустим если мы говорим о племенах которые живут там где-нибудь в центральной африке они в том числе осознают или в центральной америки они в том числе осознают что у них их пространство сокращается образ жизни изменяется очень сильно изменяется и количество носителей этой культуры тоже изменяется поэтому я думаю что это вполне естественный процесс но в воле человека этот процесс либо замедлять либо ускорять либо вы следуете традиции вы либо вы ей не следуете третьего не может быть в этом смысле середины нет как вы относитесь к выражению за космополитами будущее космополитизм вообще явление имеющая свою историю еще среди древних греков были философы которые высказывали идею единой культуры единого языка единой религии позже космополиты представляли собой например масонское сообщество это конец 18 века в частности в россии в том числе и именно среди масонов была идея космополитии или космополизма принадлежности человека всему миру но я знаю и другое что культура свою самоидентичность самоопределяемость сохраняет в традиции в знании традиции и как раз как мне кажется конец 20 века развенчал идею единокультуре я одной культуры одних законов развития общества на самом деле не существует существуют общие повторяющиеся типичные процессы но в принципе каждая культура тема хороша что она особенная и вот пока эта особенность сохраняется и мне хочется надеяться что это природное качество человека способны и вот это природное качество различать свое и чужое а человек собственно с этого и начинался культура с этого началась с момента развлечения это можно это нельзя это мое это чужое и вот пока это существует в людях я думаю что космополитизм не будет являться основной парадигмой или основной идеей общества потому что культура тема хороша и сохраняется именно потому что она многообразна мир стал многообразен исчезла вот эта линия единая для всех прогрессивная все кто верил в прогресс да должен был достичь вот такой такой-то всеобщего блага сегодня для всех очевидно что каждая культура строит свою собственную траекторию свой собственный путь и он не всегда или почти никогда не космополитичен хотя безусловно существуют люди их на самом деле не так много которых вполне устраивают вот эти космополитические идеи то есть принадлежность всему миру уважаемые слушатели я надеюсь у меня получилось донести основные идеи в своей лекции о том как живет традиция в условиях массовой культуры мне было очень с вами интересно задавали очень интересные вопросы поэтому спасибо вам большое спасибо за субтитры сделал DimaTorzok